Орловчан Орловчан ограничили в купании. Вместит ли всех желающих светлая жизнь? За морем житье не худо. Записки туриста об Испании. Откуда берутся дрессировщики? История самого молодого артиста, безбоязненно входящего в клетку к тиграм. Здравствуйте, это культурное обозрение. Подробности арт-событий прямо сейчас. Подходит к завершению 11-й ежегодный конкурс детских талантов «Орлик-2015». Жюри осталось отобрать лучших чтецов. Танцоры, хореографы, музыканты и вокалисты уже номинированы. В этом году конкурс переступил границы регионального, расширив свою географию до Брянска и Курска. Конкурсанты подняли планку творческому состязанию на новый уровень. Номера больше походили на профессиональное соревнование, чем на любительское. В танцевальном конкурсе призовые места достались коллективам из Курска. Местные же студии получили только грамоты за участие. А теперь события из разряда культурного отдыха на воде. Из 26 пляжей на территории области только 20 готовы к купальному сезону. Городские жители в этом году вовсе будут ограничены в выборе водоема. На сегодняшний день проверку прошла только зона отдыха «Светлая жизнь». На Оке, скорее всего, купаться будет нельзя. Виктор Мухин обходит территорию городского пляжа. В его полномочия входит проверка пляжного и спасательного оборудования. Осмотрев новые снаряжения и специально оформленные стенды, государственный инспектор остается доволен. «Светлая жизнь», в отличие от других городских мест пляжного отдыха, проверку проходит. На сегодняшний день инспекторы АГИМС освидетельствовали 26 пляжей, которые приняты. 5 пляжей не принято. Они не соответствуют установленным требованиям. На днях территорию с главным купальным водоемом осмотрели и городские власти. Полтора миллиона на ее благоустройство позволили сделать здесь много нового. Но главное – очистить дно и воду озера. Это и устройство тревожных кнопок, это и охрана в течение всего летнего периода купального сезона. Это и очистка, и содержание его в течение этого тоже периода. Ну и те подготовительные работы – это устройство всех лавочек, покраска. А вот на Оке, на пляже, находящемся за городским парком, купаться будет нельзя. В связи с реконструкцией набережной зоны отдыха будет закрыта. Купание здесь чревато не только риском для здоровья, но и для кошелька. Минимальный штраф – 500 рублей. Следить за исполнением предписания будут добровольные дружины. Но одного пляжа для города недостаточно. Признали областные власти и обратились с рекомендацией к мэрии. Найти возможность открытия еще нескольких мест для отдыха у воды. Начальник городского коммунального хозяйства говорит, что эта задача невыполнима. Один сезон перебьемся. Зато в парке, в городском, там, где был ранее пляж, он будет обустроен гораздо лучше, красивше и удобнее. Так что в этом году орловчанам придется довольствоваться одним пляжем. Или, по примеру москвичей, открывать купание в городских фонтанах. В Краевеческом музее открылась выставка фотографий иеромонаха Саватия. Необычная экспозиция, в которой перед зрителем предстают образы символа детства, юности, старости, открывает целый мир эмоций. Несмотря на то, что работы выполнены в черно-белой технике, они несут с собой массу ярких эмоциональных оттенков. Выставка фотографий уже объехала полмира. К нам в Орел она прибыла из Москвы. Священнослужитель из Валаамского монастыря рассказал зрителям о себе. И о том, что к фотографии относятся как к веренному послушанию. Да, я был фотографом дома в монастыря. Но так случилось, что и в монастыре, и в Буглен оставил, дал мне это послушание. В канун отпусков мы продолжаем рубрику «Записки туриста», из которой можно узнать о нравах и особенностях заморских стран. Сегодня мы расскажем вам об Испании. Какой нам предстала эта страна за несколько дней командировки, узнаете прямо сейчас. Посетив монаршию страну, обязательно надо увидеть Королевский дворец. Но правда, Королевская чета здесь не живет. Дворец используется для приемов. Он через двор соединен с главной церковью города. Однако не это место считается центром. Пласа де Майор – вот сердце Мадрида. До 19 века она была не только рыночной площадью, но также местом проведения многочисленных публичных мероприятий. От боя быков до сожжения на костре. Сегодня здесь по выходным и праздничным дням проводятся концерты. Под сводами первых этажей разместились многочисленные магазинчики, торгующие тканями, бижутерии, а также таверны и кондитерские. Здесь всегда можно застать народных артистов, изумляющих публику разного рода номерами. Что примечательно, то сегодня очень трудно найти среди испанцев, говорящих на английском. Так что, если вам понадобится гид, запаситесь испанским разговорником. Местные жители очень гордятся историзмом Мадрида. Здесь многое – здания, мостовые, парки – часть истории. Сам город в своей архитектуре соединяет несколько эпох. Величественное Средневековье с характерными ему соборами и монастырями, кстати, расположенными в центре города, Возрождение и Модерн. Особенным явилось и арабское влияние. Напомним, Испания находилась под влиянием мавров почти 8 веков. Начиная с апреля в Мадриде устанавливается жаркая погода. Город переходит на активную вечернюю жизнь. Начиная с 18 часов людей так много, что почти не протолкнутся. Кто-то идет развлекаться, кто-то ужинать. Кстати, в качестве гастрономического путешествия, если будете в этих краях, посетите музей Хамона. Это что-то представляет собой среднее между рестораном, профитарием и магазином, где вы можете купить данный продукт, купить бутерброд из Хамона и также хорошо пообедать. Наша соотечественница, живущая в Мадриде, рекомендует попробовать здесь хотя бы бутерброд. Если вы приехали в Мадрид на один день, советую прокатиться на канатной дороге, с которой весь город как на ладони. Оттуда с высоты 40 метров можно разглядеть самые высотные здания и присмотреть себе ресторанчик для обеда. Ну а если вы любите наслаждаться прекрасным, то обязательно посетите Розарий. В нем собраны самые красивые розы со всего мира. Или музей Прада. В коллекции музея хранятся одни из наиболее полных собраний Босха, Веласки, Сагойи, Мурильо, Сурбана и Эль Грека. Сегодня также мы предлагаем вам новую серию из рубрики «Цирк». Мы расскажем вам о самом молодом дрессировщике России. Продолжателе династии Запашных, Ярославе Запашном. В свои 19 лет он не только дрессирует самых опасных животных на планете, но и выполняет сложные пируэты под куполом цирка. Редактор субтитров А.Семкин Ярослав Запашный без преувеличения. Самый молодой дрессировщик в России, работающий в Манеже. Своей тягой к хищникам он обязан знаменитому отцу, Мстиславу Запашному, который своим примером привлек сына к работе с тиграми. Мы год учили делать трюк, называется пирэд. Очень сложный характер у белых тигров. И очень они немного туговаты по сравнению с рыжими у цирийскими. Серьезно работать с тиграми Ярослав начал еще до службы в армии. На сегодняшний день он правая рука отца и в Манеже, и за кулисами. Он безбоязненно входит в клетку к одним из самых опасных животных, но не только с целью дрессуры, а как к своим воспитанникам. Многих из них запашные выхаживали сами. Ярослав говорит, тигрята часто жили вместе с большой семьей запашных в доме. В их семье 8 детей, так что и тигрятам всегда находилось место. Кстати, тигры, которых в цирке запашных 15, нередко приносят потомство. Это показатель доверия хозяевам. Помимо дрессуры, старший сын именитой семьи выходит в Манеж в качестве каскадера. Его популярный номер «Колесо смерти» вызывает восторг публике. Эти прыжки на высоте в несколько десятков метров Ярослав выполняет без страховки. Какую-либо страховку, лонжу, там просто она не предусмотрена, потому что колесо вращается. И это просто нереально сделать, поэтому все приходилось репетировать без страховки. Мы начинали с маленьких шагов, с маленьких шагов. Ну, если сейчас посмотрите, то мы уже там бегаем. Риск в цирке – явление частое. На него артисты идут ради своего зрителя. В эти моменты очень важно чувствовать зал, говорит Ярослав. Это помогает настроиться не только на номер, но и на другие подвиги. А подвигов в Манеже у Ярослава будет много. Его профессиональная карьера в цирке запашных только началась. Созерцать мастерство артиста орловский зритель может до 14 июня. В стационарном цирке Грин-центра. Если вы не знаете, чем и как заполнить свое личное время, вам поможет афиша. 30 мая в Театре кукол представление для самых маленьких. Как котенок научился мяукать в 11 часов. В воскресенье на этой же сцене Буратино летит на Луну в это же время. В День защиты детей в детском парке будут проходить викторины и конкурсы. В городском центре культуры пройдет праздничный концерт «Планета детства» в 16 часов. 4 июня в Театре русский стиль «Женщина и ангел» в 19 часов. В этот же день в городском центре культуры праздничное торжественное мероприятие, посвященное 10-летнему юбилею областного гентрологического центра ветеранов войны и труда в 11 часов. 5 июня в Театре русский стиль «Похвала глупости» в 19 часов. В этот же день в городском центре культуры мероприятие ко дню социального работника «Планета» под названием «Добро» в 12 часов. В Краевеческом музее проходит выставка «Лица войны». В субботу в 20.05 смотрите программу «Исторический квартал» с Виктором Левцовым. В этот раз речь пойдет о памятнике генералу Горбатову. Я же на этом с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Хороших вам выходных и удачного начала новой трудовой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова